Всем привет! С вами Ирина. Я давно собиралась снять видео по поводу, что мне подарил Алексей Попов, но все как-то не доходили руки, то просят девочки снимите про одно, снимите про другое. В общем, как-то вот у меня отложилось это видео немножко в долгий ящик, скажем так. Вот. И хочу вам теперь показать подарочки, которые сделал нам Алексей Попов. Подарил нам три вот такие ручки со своим логотипом. Так, камера ловит, не ловит, я что-то ничего не вижу. О, видно. Вот такие вот три ручки. Нас было трое, поэтому нам подарили три ручки. Каждый уже выбрал свою ручку. Папа черную, ребенок красную, ну а маме досталась вот эта вот ручечка. Так что вот такие вот подарочки. И вот такую вот книгу подарил нам Алексей Попов. Я вам вкратце ее пролистаю. Я от книги просто, ребята, без ума. Книга шикарная. Я вам так пролистаю, чтобы вы тоже посмотрели, что это за книжечка. Книга замечательная. Все описано, где нашли это растение, в каком году. Фотографии самые-самые разные, как выглядит это растение. То есть, в принципе, пролистав эту книгу, можно найти и определить, что это за растение. Так что у меня уже есть, скажем так, свой небольшой определитель растений. Так что вот такая вот книжечка у меня теперь есть благодаря Алексею. Книга супер. Отдельное спасибо Алексею за эту книгу. И я обязательно покажу это видео, скину ссылочку Алексею. Предыдущее я ему тоже показывала. Он поблагодарил за это видео. Так что это видео я тоже непременно покажу. Вот. И напишу ему о том, что мы попробуем собрать групповой заказ. Обещать что-то сложно. Будет зависеть от того, сколько мы соберем растений. И какой заказ у нас получится. Потому что 5 растений заказывать это будет очень дорого. Потому что недешево стоит доставка и недешево стоит фитосертификат. Поэтому если мы соберем несколько растений, тогда, конечно, мы закажем. Сделаем заказ. Единственное, что я очень попрошу Алексея, чтобы он нам предложил недорогие растения. Если посмотреть на его сайт, то растения там достаточно дорогие. Там есть такие башмачки. И по 200, и по 300 евро. Эти растения продаются цветущими. Поэтому они так дорого стоят. Но если мы напишем Алексею и попросим, чтобы он нам выделил несколько молодых и недорогих растений, то я думаю, что можно будет попробовать тогда организовать заказ. И хочу показать вам орхидейки, которые я у него покупала. И как они выглядят на сегодняшний момент. Вот эта вот орхидея, вы помните, беленький маленький башмачок был, крошечный. Он растит два молодых роста. И эта орхидейка у меня уже, к сожалению, отцвела. Я очень расстроилась, когда увидела, что это растение начинает отцветать. Потому что цветок замечательный. Очень красивый. Он мне очень понравился. Цветок просто невероятный. И хочу вам сказать, ребят, что именно вот этого башмачка я нигде не нашла. Вот название. Возможно, кто-то найдет. Вот название видно. Но я этого растения не нашла ни у одного поставщика. Я уже смотрела Азию, Таиланд, Тайвань, Филиппины, различные сайты. Но именно вот этого вот башмачка, ребят, я не нашла его нигде. Поэтому будем просить Алексея. Будем у него спрашивать именно за этот башмачок. Потому что очень многие хотят такое растение. Но будем, конечно, пробовать. Так, дальше хочу вам показать свою орхидейку Snake. Вы ее помните. Она у меня начала сушить листики. Я поначалу очень расстроилась. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что растение, как бы там ни было, оно проходит своего рода адаптацию. Потому что растения, которые растут в теплицах, в тепле и при высокой влажности, и потом эти растения, если попадают к нам в обычные квартирные условия, с ними, конечно же, происходят какие-то изменения. И растения постепенно, постепенно привыкают к нашим условиям и адаптируются к нашим условиям. Поэтому наша орхидейка, вы видите, засушила листики. Но совсем недавно я заметила у нее молоденький рост. И посмотрите, как он уже у нас подрос. Такой вот молоденький красивый ростик растит моя орхидеюшка Snake. Вот такой вот у нее листик окраса змеи. Так что растение адаптируется и начало расти молодой рост. Растение очень классное. Я очень переживаю за эту растюшечку. Но я думаю, что все будет хорошо. Эти хоть мы листики и засушили, но тем не менее растим молодой рост. И все у нас отлично. Вот это вот растение. Я в видео говорила стоимость этого растения. Но дело в том, что именно вот это растение Алексей нам отдал намного дешевле. Цветущее вот такое растение в большом горшке. По-моему, там 3 розетки. Вот оно стоит около 400 евро. Алексей продает практически все свои растения. В большинстве случаев через ebay. Я вам уже тоже об этом говорила. Так что можно попробовать заказать у него вот эти вот растения. Только молодые. Ну, то бишь подростки, скажем так. Потому что цветущие растения у него стоят достаточно недешево. Так что если кому-то будет интересно, пишите свои какие-то пожелания. Свои, ну, возможно, у вас какие-то будут там идеи, еще что-то. Ну, то есть сайт я вам оставлю. Ссылочку внизу в комментариях под этим видео. Ну, и также всю остальную информацию можно будет отслеживать в группах. Ссылочки также есть под видео. На одну группу, на вторую в ВКонтакте, в Фейсбуке. Так что если у кого-то будут какие-то идеи, какие-то пожелания, какие-то соображения, обязательно пишите, не молчите. Очень многие почему-то боятся написать мне. Не знаю причины. Поверьте, я не кусаюсь. Я обычный простой человек. У меня нет короны и так далее, что подобное. Так что можете не бояться. И по вопросам заказа можете писать. Так что я думаю, что мы с Алексеем попробуем поговорить. И попросим у него для нас молодые растения. У меня уже есть два заказа на вот эту вот орхидейку. Поэтому в обязательном порядке я буду спрашивать непосредственно за вот это растение. Так что если кому-то еще будет интересно, пишите. Я пока что в данный момент буду собирать информацию для того, чтобы не дергать человека взад-вперед. То есть, а если вот такие, а почем вот эти, а там потом через неделю еще, а вот эти. То бишь, я не хочу человеку морочить голову. Поэтому я для начала буду собирать информацию, кого что интересует и про какое растение, что мы должны узнать. Только тогда, собрав вот эту всю информацию, скажем так, в одну кучку, вот тогда я уже напишу одно сообщение и отправим. Будем ждать ответа, что нам ответит на это сообщение Алексей. Так что, если у вас есть какие-то соображения, пожелания, пожалуйста, пишите. Попробуем это все в кучку собрать. И я думаю, что Алексей пойдет нам навстречу. Потому что вы видели растение, я вам показывала. И хочу вам сказать, свои впечатления о теплице Алексея Попова, конечно, впечатляют. Меня действительно впечатлили. Меня впечатлила чистота, ухоженность растений, в каком они состоянии. Растения все шикарные. Я не увидела ни одного растения с желтым каким-то листиком и еще с чем-то. Если у Швартера та же Ирэндопкин, я думаю, что многие заметили, имели пятнышко на листиках. Кстати, у меня сейчас это тоже стало проявляться. Я сейчас с этим борюсь. Но посмотрим, что у нас из этого выйдет. То у Алексея Попова я такого ничего не заметила. Поэтому можно сказать, что я его среди всех тех, которые мы только были, конечно, теплицы. Это даже не половина всего того, что есть по Германии. Но я хочу вам сказать, что я его выделила, его теплицы в одни из лучших. То есть Швартер и Попов это, конечно, самые замечательные теплицы, которые мне удалось увидеть. Так что вот такая вот небольшая информация. Я вам показала, наконец-то, подарок. Показала молодой рост у растения. Вот эту вот орхидейку, она уже уедет скоро к своей новой хозяюшке. Так что посмотрим, есть ли Алексей еще нам предложит несколько вот таких вот растений. Можно будет попробовать и заказать еще. Ну, а я буду с вами прощаться. Всем спасибо огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok